привет друзья меня канале вкусные рецепты от алый сегодня будем готовить шашлык из индейки на шпажках духовке здесь у меня стек индейки полтора килограмма друзья хочу показать я уже удаляла кожицу смотрите у индейки кожа очень грубая и невкусная я всегда удаляю и рекомендую вам вот посмотрите я почистила все это нам не нужно смотрите чистое мясо это самый вкусный час индейки друзья сейчас будем сначала работать с мясом а потом чуть позже покажу как будем мариновать сейчас покажу друзья какие кусочки будем нарезать мясо здесь всего вот один большая косточка сегодня будем готовить самый вкусный и сочный шашлык вот такие кусочки будем нарезать друзья слишком мелко не надо и крупно не надо вот такие средние кусочки сейчас быстренько буду нарезать а потом продолжим вместе с вами начинаем мариновать мясо самый простой и вкусный мариновать будем делать друзьям добавляем паприка вот одна чайная ложка черный перец молотым пол чайную ложку добавляем и я всегда добавляю сухой базилик друзья очень вкусно получается просто надо тоже одна чайная ложка надо еще мельче делать чтобы базилик открыл свой аромат будем посолить одна чайная ложка у меня соль крупный друзья все пока хватит буду перемешивать потом я смотрю если что здесь у меня 350 граммов лука лук даже набить много друзьям у меня лук был на балконе чуть-чуть замерз ничего страшного подойдет для маринада сейчас я буду одевать перчатки и хорошо буду перемешивать друзья буду ну хорошо раздавливать чтобы пустила сок а мясо пропитала с этим вкусным соком так надо жмакать хорошо лук видите как я сделаю хорошо перемешиваем уже пошли запах настоящий запах шашлыка видите какой простой маринад самое главное друзья много добавляйте луком мариновала мясом посмотрите как выглядит друзья так должна мясо простоять минимум два часа но чем больше стоит тем вкуснее получается а в конце когда будем нанизывать на шпажках будем готовить вкусный соус чтобы смазать сверху все сейчас я буду закрывать пленкой и отправляю на балкон пускай простое два часа а потом радужа вместе с вами прошло уже больше двух часов друзья мясо хорошо мариновалась вот посмотрите какая сочная а какой запах вы не представляете я решила еще добавлять картошку так как моя дочка попросила здесь у меня четыре вот средних картошки я взяла и нарезала вот такими кусочками поэтому смотрите если вы хотите можно готовить с картошкой очень вкусно получается сейчас будем нанизывать возьмем шпажку сначала будем нанизывать мясо лук не надо друзья вот лук не будем уже все люк дал свой аромат использовать не будем больше нанизывали мясом возьмем картошку опять мясо чистим все лук лук не нужно уже и опять картошку будем нанизывать вот так друзья посмотрите как выглядит сейчас я буду быстренько нанизывать остальные а потом продолжим вместе с вами я уже все нанизывала у меня получилось 7 вот таких шампуров друзья видите какая красота теперь будем готовить вкусный соус чтобы смазать сверху для этого нам нужно оливковое масло здесь у меня три столовые ложки можно взять обычное масло 2 столовые ложки здесь у меня соевый соус мясо много не солите друзья вот соевый соус соленая сверху когда будем смазать будет хорошо поэтому когда будете вот готовить маринад много не надо добавлять соль добавляем сюда одну полную чайную ложку паприку друзья ну в этот раз добавляем копченую дает очень вкусный аромат да друзья именно копченая паприка придает такой как скажем аромат дыма дыма да 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 свинок правильно вкуснятина получается обязательно добавляйте друзья копченую паприку вот именно когда будете смазать сверху получается как настоящий шашлык только не выходя из дома да 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 это точно маринаде я добавляла обычную паприку все смотрите на соус тоже готов шашлык уже выкладываем на противень я растелила пергаментную бумагу друзья ну это потом чтобы не меньше было работы а так можно и не застелить просто на противень надо вот так выложить теперь сверху смазываем этим вкусным соусом и на картошку и на мясо надо хорошо смазать каждый кусочек друзья хочу сказать у меня на канале есть очень много вкусных рецептов именно мясо индейки я готовила по разному есть и рулет есть и вот ножки в вкуснейшем соусе кому интересно я ссылочку ставлю под видео заходите и посмотрите каждый найдет для себя что то вкусненького и будет готовить на новый год шашлык отправляем разогретую духовку у меня разогрето 200 градусов друзья будем готовить до готовности режим я включила и вверх и вниз друзья посмотрите какая шикарное блюдо у нас получился шашлык из индейки на шпажках красота каждый может украсить по-своему я украсила помидорчиком и зелень чуть-чуть добавляла а вы украсите по-своему также могу сказать что это блюдо украсит любой праздничный стол это точно готовьте обязательно друзья попробуйте это очень вкусно мясо очень сочная и картошка пропиталась очень вкусно получился каждый гость может взять по одной шпажке и кушать да еще и кусочек лаваша да и вообще сейчас мы покажем как можно кушать друзья покажу как мы любим кушать именно жареное мясо шашлыки обязательно мы кушаем с лавашом возьмем кусочек лаваша открываем возьмем шампур вытягиваем даже можно помидорчик как шаурман друзья вот так еще лук обязательно зелень много кусочек зелена заворачиваем это очень вкусно друзья кто будет пробовать первым мы будем пробовать да нам уже не терпится не терпится давайте я делаю пополам попробуйте а я покажу у нас сочное мясо возьмите приятного аппетита спасибо а я покажу вкусное сочное мясо вкусное мясо посмотрите друзья очень вкусное мясо получается вкусно так друзья попробуйте обязательно еще кусочек лаваша очень вкусно просто нет слов да, обязательно попробуйте друзья Друзья, вместе с вами сегодня готовили шикарный шашлик, не выходя из дома. Готовьте на любой праздник и радуйте своих гостей и близких. Это действительно очень простое и вкусное блюдо. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Оставайтесь с нами, с нами всегда будет вкусно. Всем с наступающим Новым Годом! Всем пока-пока, друзья! Пока! Всем пока!